Русский национальный фронт Который задействовал для спасения олигархии правящая группа И эти люди совершили государственные преступления Выхватив из государственного бюджета, из национального достояния Огромные куски, как будто вырезали из живого тела нации И дали на откорм вот этой свиноматке Которая никак не нажрется и никак не может удовлетворить свой непомерный аппетит в разграблении страны Поэтому абсолютно обоснованное требование И мы предлагаем всем русским национальным организациям Подтягиваться в национальный фронт, а также вступать в него в индивидуальном порядке И заявлять об этом на своих ресурсах в социальных сетях Приходить на наши мероприятия, о них будет объявлено Скорее всего, в течение второй-третьей недели января Мы снова будем проводить митинг против деятельности правительства Которое продолжает свои преступления И действует не от имени народа, а только и исключительно против народа А также против либерального реванша Который с очевидностью готовится И глава этого реваншистского движения уже обозначился Это господин Ходорковский Ну и главным страдальцем выбрали Алексея Навального Видимо, эти люди получили очередной транш Скорее всего, от того же Кремля Который окольным путем финансирует всю эту группировку И формирует для себя очень удобного соперника Путин заявляет, что он как раз самый крутой националист в нашем государстве Он уже без труда использует термин «русская нация» И, по-видимому, переклеив бирки Он будет делать то же самое, что и делал раньше То есть уничтожать Россию и русский народ Но зато ему очень удобно будет выступать Против либерал-реваншистов во главе с Ворюгой Ходорковским И, видимо, это действительно кого-то смутит Но, наверное, не смутит здравых русских людей Которые все-таки будут присоединяться к Русскому национальному фронту Объединяться в другие организации И проводить коалиционную работу с тем, чтобы Все-таки, когда эти две олигархические группировки Путинской и Ходорковской пожрут друг друга Предъявить свои претензии на власть Ну, а сейчас мы должны биться за то, чтобы наша позиция была услышана Для того, чтобы нас видели и слышали люди И чтобы наша позиция им была близка Поэтому приглашаем всех на мероприятия Русского национального фронта Приглашаем деятельных людей к тому, чтобы работать в наших штабах Создавать региональные структуры Приглашаем тех, кто еще не объединился в регионах В отделения Русского национального фронта Сделать это, провести объединительные конференции Забыть взаимные обиды и оскорбления И те, кто стоит на позициях Русского национального фронта Будут в таком случае иметь какую-то перспективу В ночном виде русское национальное движение, конечно, не может прийти к власти И всерьез не может предъявить претензии на то, чтобы занять ключевые посты в государственной власти И вывести Россию из кризиса Необходимо действовать Мы всех призываем к тому, чтобы меньше разговаривать, больше действовать Все идеологические проблемы уже давным-давно решены Русская национальная идеология создана Создана масса законопроектов, документов, связанных с антикризисной программой И много чего еще Вся документальная, бумажная работа уже создана Необходима организация и пропаганда Обычная политическая деятельность, в которой нет ничего экстраординарного Надо просто прикладывать силы Тем, кто способен писать статьи, аналитические заметки, комментарии в социальных сетях Кто может, должен создавать пропагандистский продукт в виде плакатов, баннеров И распространять их тоже в сети и другие Помогать этим Хотя бы одобрять деятельность русских национальных организаций, русских националистов В тех же социальных сетях выражать одобрение, приходить на наши мероприятия, публичные митинги, конференции Важно даже иногда просто подержать флаг И больше ничего не требуется Раз в месяц или раз в полгода прийти на мероприятия русских националистов Разве это такая большая сложность? У всех семья, дети, у всех Но почему-то одни обязывают себя политическим действием, а другие предпочитают отсиживаться дома Давайте мы все-таки из наших клетушек и из наших норок выползем И соединимся вместе в русское национальное движение И установим ту власть, которая нам необходима Ситуация в Новороссии нас все больше тревожит Какие-то идут переговоры, закулисные по всей видимости Руководство ДНР, ЛНР не предъявляет претензий к оккупантам, которые захватили большую часть этих республик О чем там они договариваются с украинским руководством Как там посредничает кремлевская предательская верхушка Какую позицию занимает Белоруссия в этой ситуации Не вполне понятно и вряд ли будет понятно в ближайшее время Мы можем одно сказать, что идет какая-то неприличная игра В частности о ней сказал Владимир Путин на пресс-конференции Когда похвалил ополченцев за то, что они пропускают к окруженным в районе Донецкого аэропорта Бандитам продовольствие, перевязочные материалы и так далее Ну вот украинские силовики, как оказалось, нарушили договоренность с ополченцами Запросив очередную ротацию Оказывается, там можно ввести вооруженную борьбу с Донецкой республикой Ротируя состав находящихся, находясь в осажденном Донецком аэропорте Бойцы армии ДНР при досмотре грузовика «Урал» нашли в кузове оружие под продуктами Так передает канал LifeNews Обман был обнаружен при досмотре машины на блокпосту Ранее украинские военные запросили очередную ротацию по аэропорту Донецка Ополченцы выставили свои условия Военные должны проезжать с минимальным запасом оружия Ну вот, оказывается, и это еще есть Они, кажется, с оружием туда еще проезжают Ну, это вообще уже просто... Это уже не война, это какая-то пародия на войну При досмотре в грузовике, который ехал в аэропорт По зеленому коридору нашли много боеприпасов Ну, а что же еще вести, если вы говорите, что можно провозить оружие Для того, чтобы сменить состав осажденных в Донецком аэропорте Это не война Это не война, это какие-то игрушки Те, кто вас убивает, вы им какие-то еще послабления даете Ну, это что-то такое совершенно абсурдное Я думаю, что это какая-то кремлевская придумка очередная Боеприпасы были спрятаны на самом дне грузовика В расчете на то, что ополченцы не будут досматривать груз тщательно Личные вещи военнослужащих нашпиговали упаковками патронов И накрыли сверху продуктами Бойцы батальона «Аспарта» изъяли воги, подствольники, гранаты Три установки АГС, большое количество упаковок со снарядами для мух Ну, это же все полетит в вас, бойцы ДНР Разве можно такие вещи допускать? Несмотря на попытку обмана Ополченцы позволили провести очередную ротацию В новом терминале аэропорта Донецка Сменилось еще 50 человек личного состава вооруженных сил Украины Это полный абсурд Во время предыдущей ротации 20 декабря Бойцы украинских сил обстреляли своих Группа военных приехала за ранеными на двух фургонах Один из которых был автомобилем скорой помощи Но неожиданно из нового терминала открыли огонь Из пулеметов стрелкового оружия Под огнем оказались украинские военные, ополченцы и съемочная группа Life News Вот такие замечательные происходят вещи у нас в Новороссии Вот еще одна новость, связанная с положением дел в Новороссии Мы уже сообщали о том, что Наверное, первый голос, первый оперный голос мира Анна Нетребко пожертвовала из личных средств Донецкому театру оперы и балета 1 миллион рублей Не так уж это и много Но, тем не менее, это оказалось В глазах так называемого мирового сообщества Каким-то крайне неблаговидным деянием Дошло до того, что Анна подверглась критике со стороны официальных ведомств Австрии Которые пригрозили лишить ее гражданства И авиакомпания австрийской авиалинии Лицом которой была российская певица Прекратила с ней сотрудничество То есть мы видим, что Нам тоже надо какие-то ответные меры предпринимать По всей видимости Гражданам России надо отказаться от каких-либо поездок в Австрию Прекратить покупку австрийских товаров И никогда не использовать австрийские авиалинии Я призываю к этому Те, кто случайно пользуется австрийскими товарами Или австрийскими транспортными компаниями Прекратить это дело Потому что столь постыдная позиция Официальных властей Австрии Должна вызывать с нашей стороны Ну хоть какое-то противодействие У нас есть какие-то другие, наверное, направления деятельности И другие государства Которые тоже производят немало товаров Но давайте мы австрийские бирки Больше никогда не воспринимать Как принадлежность какого-то товара Это для нас не товар Пусть продают свои товары где угодно Только не в России Если эти люди считают, что В осажденном Донецке, где звучат взрывы Где артисты не получают месяцами зарплату Тем не менее Там звучит музыка Если австрийские власти считают, что это неправильно Что действие Анны Нетребко Что-то такое противозаконное Или аморальное То, наверное, нам надо считать Австрию В целом аморальным государством Или возглавляемым, по крайней мере, совершенно аморальными людьми И, соответственно, с ними нельзя иметь никаких дел Скорее всего, поскольку российские власти Готовы предавать Россию как угодно и где угодно Нам, гражданам, надо предпринимать свои собственные решения Прежде всего, отказаться от каких-либо контактов с австрийцами Гражданами Австрии Австрийскими фирмами Австрийскими транспортными компаниями И никогда не покупать австрийские товары Вот и все Многих на этой неделе заинтересовала новость О сокращении пригородных поездов в Вологодской области Что свидетельствует о том Во-первых, что РЖД Вот эта противоестественная монополия Является не российской компанией, не государственной компанией А является частной компанией тех господ Которые контролируют ее доходы и контролируют ее деятельность Им не нужны пригородные электрички в Вологодской области Как вообще и везде по стране Им не выгодно железнодорожное снабжение Прежде всего, пассажирское Им не выгодно, чтобы граждане ездили друг к другу в гости Ездили на работу из тех мест, где работы нет Ездили к своим родственникам и так далее Вообще, пригородное сообщение неинтересное РЖД Поэтому Вологодская область лишается с 1 января пригородных поездов Оказывается, правительству области предъявлены необоснованные затраты На пригородные перевозки Требования компании измеряются сотнями миллионов рублей в год Их взять местному бюджету неоткуда Ну, естественно, местный бюджет, во-первых, разворован местными негодяями Во-вторых, он разграблен федеральными негодяями Которые свалили все налоги на регионы Где могут жить только люди, лишенные вообще всяких представлений о санитарных нормах, о культурных нормах Рабами Вы готовы быть? Тогда вас в одно общежитие с таджиками Вот к чему приводит деятельность РЖД Конечно, эта структура должна быть заново национализирована Вся эта шайка-лейка, которую управляет РЖД, должна быть разогнана Это задача русской национальной власти Ну, не от Путина же ждать каких-то изменений Он будет только способствовать деятельности этих воров и этих негодяев Которые фактически разрушают нашу страну вот такими акциями Предъявляя какие-то необоснованные тарифы для того, чтобы из нашего кармана мы все это дело оплачивали А глава РЖД строил себе очередной замок где-то за рубежом или на территории России Нам уже не важно, где он там что строит, где живут его дети Где работают его ближайшие родственники и сколько они там получают Мы знаем, что все это сплошное варьё Все до одного И ни один человек из вот этой группировки перед нами оправдаться не может Мы не должны уже слушать никаких оправданий о том, что они там где-то зарубежную собственность продали О том, что у них заплата не такая большая Они все воры, они все воры Поэтому мы должны требовать систематического изгнания этих людей Не просто из каких-то государственных корпораций, но вообще из экономики Им должно быть запрещено руководить хоть чем-нибудь Дворниками вместе с таджиками, пожалуйста, пусть не тут улицы Но больше у них ничего не должно быть Собственность должна быть отнята полностью и вся Те, кто совершил уголовные преступления, должны отправиться за решетку Ну, а остальные, кто способствовал этим преступлениям Пусть не тут улицы и никаких других возможностей им предоставлять нельзя У меня такое впечатление, что правят Российской Федерацией какие-то дешевки Вот люди, которых называют дешевками Которые никогда ничего достойного, ничего свойственного личностям творческим, волевым не делают Не делают все время какую-то чепуху, занимаются какой-то ерундой Премьер-министр Дмитрий Медведев, лидер партии Единая Россия, кстати, может быть кто-то забыл Призвал очищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм Ну, если остановиться на этических и правовых нормах, то распустить придется всю партию Партийные нормы мы не знаем, что такое, видимо, они противостоят этическим и правовым Поэтому у нас только одно решение для Дмитрия Медведева и его поганой партии Распустить их и вообще запретить какое-либо касательство до государственной власти и до политики Медведев со своей инициативой выступил на расширенном заседании Высшего Генерального Совета партии Единая Россия Он признал, что в партию приходят по разным причинам и ничего плохого в этом нет В том, что люди не мыслят своей карьеры вне контекста партийного развития Но должно же быть еще что-то более важное, чем просто карьера А более важное это служение стране Вот что сказал Дмитрий Медведев Ну, он мог бы и на себя обратить вот это замечательное высказывание Ну, надо же и в стране когда-нибудь послужить, Дмитрий Анатольевич А то вы что-то все служите, карману олигархии Может быть, как-нибудь займетесь все-таки страной Хватит заниматься ерундой и свои пафосные высказывания бросать в публику Ну, понятно, что вас партийцы-то поняли Слово прозвучало, оно улетучилось и ничего больше не осталось Живите, как жили дальше Вот суть послания Медведева Это он нам сказал, что, наверное, там у них в партии Чем-то там занимаются какими-то этическими нормами И стараются служить Родине Да нет этого, даже в помине и в замысле никогда не было Никто там Родине и служит Служит действительно своей карьере И слов Дмитрия Медведева это с очевидностью следует Также премьер-министр признал, что Единую Россию иногда с иронией Но чаще с завистью, оказывается, с завистью называют партией власти Этот термин мне абсолютно не нравится Он неудачный и бессмысленный, считает Медведев Мы правящая партия, это термин корректный и правильный Мы партия, контролирующая власть Мы партия, которая находится у власти Тем не менее, он подчеркнул, что необходимо осознать, что это не константа Наша задача это сохранить по мере возможности Это не выигрышный лотерейный билет Который мы получили и всю жизнь пользуемся Заключает премьер-министр Но тоже саморазоблачительная речь Если Медведев говорит о лотерейном билете То многие так и считают в Единой России Что это лотерейный билет Что им воле судьбы повезло вот так И они их постоянные выигрыши снимают с этого лотерейного билета Портбилет им заменяет вот такой выигрышный лотерейный билет И по нему, или какая-то облигация, по которой постоянно выплачивают некие проценты То есть вся сторона украдена Единой России И всей этой правящей шайкой И они снимают свои проценты И это считают нормой И Медведев их укоряет, что это все-таки не норма Надо подумать, что не все вечно Надо какие-то отступные стратегии Примыслить, чтобы не получилось так Что человек привык получать эти проценты А потом вдруг эти проценты исчезли Его еще к ответственности привлекут То есть мы видим, что вот эта дешевка Этот человек, который случайным образом является Председателем правительства Российской Федерации По своей простоте выговорил именно то, что происходит в той партии Которую он сам хочет считать правящей партией В Единой России То есть это просто воровская шайка Где партбилет, это лотерейный билет, дающий постоянную прибыль И люди там состоят, которые, во-первых, хотят через эту гнусную партию Делать себе карьеру и получать дополнительные доходы Вот что фактически выговорилось в том, что сказал Дмитрий Медведев Но не менее пошлые высказывания мы видим И от президента Российской Федерации Владимира Путина Который выступил против излишней латинизации русского языка Нужно избегать излишней латинизации русского языка Завел он на совместном заседании Госсовета и Совета по культуре и искусству Иногда приезжаешь в какой-то город Сразу виден уровень культуры местного чиновничества Если на каждом углу у нас все названия различных учреждений Реклама исключительно латинскими буквами изображена Констатировал он Все хорошо в меру подчеркнул президент Президент должен разговаривать с народом и со своими подчиненными решениями А не проповедью Вот в данном случае Владимир Путин выступает именно как дешевка Который как такой добрый папаша Похлопает по плечу своего недоросля И говорит Ты знаешь, ну надо же все-таки быть приличным человеком Ты уж как-нибудь так нравственные нормы немножко соблюдай Вот если речь идет о каких-то вывесках То ну ты уж постарайся там немножко по-русски писать Недоросль кивает головой Папаша уезжает Недоросль продолжает жить своей жизнью Вот что происходит, когда человек, называющий себя президентом Реально президентом не является Он не контролирует ситуацию и не собирается ее контролировать Он контролирует только уровень доходов олигархической группировки Вот это его заботит А что там латинизация Ну это он так глазами обывателя посмотрел И языком обывателя что-то там брякнул Ну вот ТАСС процитировала Путина Владимира Владимировича О том, что нехорошо латинизировать вот все эти рекламные объявления и вывески Ну нехорошо и нехорошо А жить мы будем так же, как жили раньше Ну а о том, что все это лицемерие Говорит тот факт, что законопроект, предлагающий запрет иностранных заимствований В публикациях, в публичных выступлениях Вносился уже в Государственную Думу в феврале этого года В июне его поддержал Думский комитет по культуре Но 1 июля Дума отклонила этот проект в первом чтении То есть сразу посмотрела и концептуально объявила его неприемлемым Что прямо и означает Ничего ни Путин, ни этот режим не собираются делать с этой латинизацией Окружающей нас среды всех этих вывесок, объявлений и так далее Она будет продолжаться, потому что русофобы стоят у власти При этом Путин утвердил некие основы государственной культурной политики Якобы их кто-то там обсуждал, не знаю, может быть Нужно прежде всего разработать стратегию государственной культурной политики Такое поручение сделал Путин, правда неизвестно кому Подписывая основы государственной культурной политики Подождите, если вы подписали основы, вам что еще? Надо и какую-то стратегию разрабатывать? Так вот, основы это что, не стратегия? А тогда что это такое? То есть давайте дальше бумажки писать Год писали основы, согласовывали, наконец подписали Теперь еще год будем разрабатывать стратегию государственной культурной политики Кстати, у нас 2015 год будет год литературы Вот какой литературы мы посмотрим Пока массовое издание это литература помойная, прямо скажем То есть та, которую не стоит брать в руки, чтобы не пачкаться К сожалению, у нас многие сотни тысяч читают всякую дребедень Какую-нибудь там Донцову, которую объявили автором года Кто объявил, когда объявил Ни один приличный человек Донцову читать просто не станет Это и не писатели, это не литература Это помои Вот, наверное, этими помоями хотят залить Россию А пока пусть будет разработка там всяких культурных политик и так далее И Путин говорит, нам обязательно нужно работать Нам обязательно нужно понимать, что мы делаем На что мы ориентируемся И не просто сосредоточиться на каком-то эпистолярном творчестве Друг другу письма писать А вот реально в жизнь все это воплощать Что воплощать? Ну, напиши тогда свои законы Свои законопроекты внеси в Государственную Думу Не законопроекты, так указы Ты сам-то будешь когда-нибудь исполнять свои обязанности? Или будешь вот эти общие рекомендации раздавать Своим подчиненным, которые так и не поняли А что надо делать-то? Очередную бумажку написать? Письма друг другу писать не надо Надо обязательно что-то делать Что делать? Снова изготовлять какие-то бумажки Ну, этим они и занимаются Морочат нам голову Сами делят богатство нашей страны Идиотизм захватывает, конечно, головы всех этих верховных правителей У нас тут отличился министр обороны Оказывается, они создали какой-то невероятный компьютерный центр Для чего? Понять невозможно Но было объявлено так Российский центр обороны в 3-4 раза превосходит Пентагон по компьютерным мощностям При этом министерство обороны планирует привлекать молодых специалистов Для создания нового программного обеспечения И сформировать еще три научные роты Ну давайте, может быть, эти роты там будут полы подтирать В этих компьютерных цехах И чем наполнены эти компьютерные мощности? Я думаю, что уровень интеллекта господина Шойгу находится на таком низком уровне, что он может разговаривать только вот такими терминами Научные роты И о мощности судят не по выполняемым задачам, а по количеству операций И вот как он сказал Скорость обработки информации 50 библиотек имени Ленина в секунду Вот какие впечатляющие у нас мощности в этом национальном оборонном центре Так что он будет делать-то? Он будет в состоянии выполнять задачи-то хоть какие-то? Или самое главное, сколько он библиотек секундов обработает? Вот еще один идиотизм Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль за заслуги в обеспечении национальной безопасности Награду вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Кремле А об этом сообщил сам Кадыров Ну, видимо, Патрушев забыл сообщить И в средства массовой информации вот эти сведения не поступили Ну, более абсурдные награды, наверное, трудно себе представить Кадыров, во-первых, уже увешан всеми возможными наградами У нас герой России У него еще золотая блях Такая медаль Ахмата Кадырова, его собственного отца Увешанная бриллиантами И он эту медаль лично раздает особо приближенным к себе людям, например Прокурору Красноярского края Вот край возглавляет человек, который над всеми наградами государственными носит вот эту блямбу золотую Русофоб Русофоба как раз отмечает такими наградами Бриллианты, золото Это в их стиле, в стиле восточного идиотизма Ну, вот к этому восточному идиотизму приобщился секретарь Совбеза Николай Патрушев Видимо, заслуги перед какой-то безопасностью не наши Кадыров — это известный бандюган, который прославился заявлением о том, что он в 16 лет убил первого русского Ну, а уж то, что по его указанию убивали множество людей В том числе и чеченцев, кстати, и тоже героев России Ну, поскольку у нас Путин готов был кивать головой на любое деяние вот этого Кадырова-младшего Человека с одной извилиной То тот, конечно, распоясался до последней степени Поубивал всех своих конкурентов Которых тоже Владимир Путин отмечал высокими званиями, наградами Принимал ФСБ, другие правоохранительные службы Давал им звания, награды, должности и так далее Ну, Кадыров-то повыше будет рангом Он ему предоставил возможность перестрелять там целые кланы Вот таким людям у нас дают медаль заслуги в обеспечении национальной безопасности И это говорит не про Кадырова, потому что про Кадырова мы и так все знаем Это говорит про Патрушева и про уровень работы Совбеза И всей системы обеспечения национальной безопасности Которая находится на крайне низком уровне Потому что интеллект и нравственность у этих людей Это что-то необнаружимое Этого невозможно заметить в деятельности спецслужб и высших органов государственной власти РФ Ну, мы живем все лучше и лучше Вы не заметили, да? Что-то там с курсом валюты Рубль укрепляться стал на этой неделе И министр финансов Силуанов сказал, что рубль будет с Нового года все дальше и дальше укрепляться Поэтому сдавайте ваши денежки Сдавайте валюту, как в классическом произведении сказано Сдавайте валюту и всем вам будет хорошо Ну, примерно так и следует расценить призыв всех должностных лиц Они же хотят и дальше наполнять бюджет за наш счет Потом нам же и распределять, если мы будем очень сильно страдать и сильно требовать Они что-нибудь из бюджета выделят У нас сначала украдут, потом нам же и дадут И мы должны будем страстно благодарить своих благодетелей А на замечательное положение дел указывает дальнейшее увеличение золотого запаса России Если в августе 2014 года Россия обогнала Китай по запасам золота Китай, который вообще очень любит золотые запасы делать И Россия достигла уровня 1094,7 тонны То есть 10% от всего совокупного объема золотовалютных резервов То сейчас запасы золота еще выросли С 1168,7 тонн в октябре до 1187,5 тонн в ноябре То есть золотой запас России достиг своего максимума В стране жизнь все тяжелее Экономика разваливается Предприятие перестает функционировать А золотой запас увеличивается С какой бы это стати И вообще где находится золотой запас Каждый из нас может задать себе вопрос А где вот эти все резервы? Ну, во-первых, золото это только 10% А золотовалютные резервы, как известно, у нас хранятся в иностранных ценных бумагах То есть мы перекачиваем нефть за рубеж И вместо того, чтобы получать в ответ какие-то товары Мы просто просим за нами записать некий кредит Или некий должок, который нам должны вернуть, когда мы его потребуем Или когда настанет момент выплаты по государственным облигациям США И Россия вкладывается в эти средства потенциального противника Продолжает свою деятельность по расхищению российского бюджета И наполнению американской экономики необходимыми оборотными средствами Здесь же вот с золотом Кто видел золотой запас России? Единственный раз его показывали в 2011 году Когда Путин пришел в хранилище и повертел в руках золотой брусок Действительно ли в хранилище Центробанка размещен наш золотой запас? Действительно ли там эти слитки лежат или где-то в другом месте? По крайней мере нам сказали, мы не знаем как на самом деле Сказали, что здесь в Центробанке находится не все А там две трети или три четверти, неважно А где остальное? Ну пусть меньшая часть, а где остальное? Вот об этом не сообщили Мы можем предположить, что не только малая часть, но и большая часть Уже давно из России вывезена в виде залогов Положены в какие-то иностранные банки, в швейцарские, американские Мы не знаем, контроля за золотовалютными резервами в России нет Этот контроль осуществляется теми же самыми преступниками Которые потрошат нашу родину Поэтому доверия к тому, что они пишут, сообщают, просто нет Золото становится больше, но это не наше золото Это не наш карман, не в него, не в наш карман складывают Складывают золото для того, чтобы в дальнейшем его использовать для своих целей Не для целей роста российской экономики, не для развития российского производства А для каких-то своих финансовых спекуляций, каких-то своих счетов между олигархическими группами Американскими, российскими, украинскими или европейскими Нас это не волнует Это их шашни за наш счет Как поясняют придворные политологи, непрозрачность финансовой политики Таких монстров отечественной экономики, как Газпром, Роснефть, РЖД До сих пор вызывала напряженность и раздражение в обществе Только сейчас заметили Почему только сейчас? В общем, и раньше это волновало граждан А что, собственно, происходит? Почему такие запредельные зарплаты? Или почему они не публикуются официально? Поэтому Дмитрий Медведев решил, что надо публиковать Он подписал документы, обязывающие руководители крупнейших российских госкорпораций Публиковать на их сайтах сведения о своих зарплатах Будут они это делать? Да ради бога! Потому что зарплата не имеет никакого отношения к доходам Они опубликуют эти официальные зарплаты Официальные ставки, по которым они получают деньги Но они не будут публиковать надбавки, доходы от акций, доходы от капиталов и так далее То есть общий доход вот этой группировки, которая кучкуется вокруг Газпрома, Роснефти, РЖД и других олигархических структур Нам будет по-прежнему неизвестен Все шито, крыто, и Дмитрий Медведев прекрасно это знает Он просто думает, что, наверное, как-то волну недовольства встраивает И мы удовлетворимся тем, что там опубликуют на сайтах этих гнусно прославленных компаний Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении банка Траст Вот как продолжают действовать они, так называемые, раньше называлось санации Теперь докапитализация, докапитализация Капитала не хватает, давайте мы из государственных средств возьмем и отдадим частным банкам Вот у нас есть такое агентство по страхованию вкладов И это агентство за счет кредита Банка России предоставит финансовую помощь банку Траст в размере 30 миллиардов рублей А что так вот у нас есть специальные такие экономические субъекты, которым помогают прямо из бюджета, если что с ними случится А если с каждым из нас что-то случится, кто нам поможет У нас есть такое агентство по страхованию нашей жизни, наших доходов? Нет, конечно, у нас самая привилегированная часть общества это банкиры Чего с ними не так, если у них не хватает ликвидности, возьмем общественные деньги и поможем Но помогают, естественно, за наш счет Ну вот Центробанк окажет финансовую помощь в размере займа, который планировался в размере 30 миллиардов А будет предоставлен в размере до 99 миллиардов рублей сроком на 10 лет За 10 лет либо Патишах умрет, либо Ишак умрет в соответствии с известной восточной мудростью Поэтому на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка Кто про эту справедливость знает, насколько она рассчитана Это просто произвольное решение Центробанка, которое удовлетворяет прихоти олигархической группировки Вот и все Для них банки самое главное, а Россия, она может провалиться В 2015 году Министерство культуры при этом, при нынешней вот этой вот раздаче денег Там то триллион рублей, то 600 миллиардов, то вот здесь 99 миллиардов Министерство культуры в следующем году недополучит на зарплату сотрудникам подвездочных учреждений Около 4 миллиардов рублей Ну какие пустяки, ну даже 4 миллиардов жалко На фоне вот этих раздач сотен миллиардов, 4 миллиарда Они не собираются отдавать работникам культуры, которые и так уже затоптаны, втоптаны в грязь, можно сказать, по самую макушку Между тем Сбербанк России повысил ставки по потребительским кредитам для физических лиц Без обеспечения и предпоручительства на 7-10% пунктов А также повысил ставки по кредитным картам То есть все против нас Ну и все за них при этом Кто несет тяжесть кризиса на своих плечах Мы обычные граждане несем А банки нет Банки они только будут получать дополнительные прибыли и поддержку со стороны государственной олигархии Ну а вот как люди вообще хоть что-то получают Такое письмецо пишет президенту России маленький мальчик Здравствуйте дядя Путин Я Бурлака Максим Эдуардович, беженец из Донецка Мне 9 лет Бежал я в Дагестан Ну куда же еще бежать? Конечно в Дагестан Я бежал с бабушкой, папой, мамой и братом У меня был ноутбук и айфон Ну как же без айфона и ноутбука мальчику в 9 лет Но когда бежали из дома, то ничего с собой не забрали Тоже естественно, ну как надо бежать из дома? Все бросить и бежать Ноутбук, айфон, дорогие приборы Все бросить, а что они взяли с собой? И как они бежали? А сейчас я прошу папу, чтобы он мне купил ноутбук Но он мне не покупает Говорит, нет денег Дядя Путин, подарите пожалуйста ноутбук и айфон Конечно, дядя Путин снизошел, подарил ноутбук и айфон Ну вот дешевки, правильно? Это дешевки, которые правят нашим государством Вот публикуют эти обращения к дяде Путину Дядя Путин, как дедушка Мороз, дарит какому-то отдельному мальчику айфон, ноутбук Давайте, может, все дети одновременно напишут Владимиру Путину Дядя Путин, наверное, растарается и каждому 9-летнему ребенку купит айфон и ноутбук Или все-таки это такие пропагандистские примочки, не очень умные И у меня лично они вызывают только отвращение Вот еще есть дешевки, которые у нас обычно проживают за рубежом И как-то мы о них не очень помним, а теперь вот есть повод вспомнить Такие русскоязычные россияне, которые в России либо никогда не бывали Либо наплевать им на Россию и на русский народ Более ста видных потомков белой миграции в Западной Европе и Северной Америке Представители древних русских княжеских родов и аристократических семей Как их помпезно рекомендуют нам В настоящем времени подписали Парижскую декларацию солидарность с Россией Раньше как-то у них повода не было Выражающий протест против русофобии в западных СМИ И их политики дезинформации касательно современного украинского кризиса До сих пор мы ничего не слышали по поводу российских СМИ Их тотальное вранье и тотальная русофобия Вот эту группу княжеских родов и аристократических семей никогда не волновало Вот теперь что-то взволновало Я думаю, что из Кремля позвонили Текст декларации составленный в конце ноября князем Дмитрием Михайловичем Шаховским И его супругой княгиней Тамарой Георгиевной Шаховской Проживающими во Франции опубликован на сайте инициативной группы «Русский мост» Россия обвиняется во всех преступлениях без доказательств Она априорно объявляется виновной В то время как к другим странам проявляется поразительная снисходительность В части отношения к соблюдению прав человека Отмечается в документе Авторы декларации заявляют, что не могут смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой В адрес современной России, ее руководства и ее президента Которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному здравому смыслу Это саморазрушительно для европейских стран Нелепая затея заставляет серьезно задуматься Всех, кто усматривает в ней стремление Запада Скорее воспрепятствовать развитию России, чем уладить кризис на Украине Князья Шаховские и вместе с ними и другие потомки белых эмигрантов Заверили, что не останутся равнодушными и молчаливыми свидетелями Перед лицом полномерного уничтожения населения Донбасса Вопиющие русофобии и лицемерных подкодов Полностью противоречащих интересам любимой нами Европы Вот эти любители Европы много лет сквозь пальца смотрели на государственную русофобию Которая исходит лично от господина Путина, от всех окружающих его лиц Из средств массовой информации, которые остаются русскоязычными У нас нет ни одного русского средства массовой информации Ну так, какие-то маленькие газетки, журналы, которых подавляющее большинство даже и не знает Подвижники их продолжают издавать, но ни денег, ни поддержки Ни тем более поддержки от вот этих европейских родителей путинизма Которые сейчас встали на защиту Кремля Нет, не России Они защищают Кремль Конечно, защищают от клеветы Клеветы в средствах массовой информации очень много Но они не замечают клеветы в российских средствах массовой информации Которые направлены прежде всего против русского национально-патриотического движения Против русских патриотов, общественных деятелей И против русского народа вообще, они не замечают гибели русского народа Ну разве можем мы доверять этим потомкам белой эмиграции? Да не можем Они как были в эмиграции, так и остались Они не стали нам ни родными, ни близкими И рассчитывать на их помощь ни русское движение, ни русский народ не может А Кремль может Ну русский и Кремль это сущности скорее противоположные И они друг от друга никак не зависят Поэтому все эти белые мигранты, они оказываются на стороне Путина Они на стороне русского движения, они на стороне русского народа Об этом они и должны знать И я думаю, что мы должны постараться им об этом сообщить Они, если они не на стороне русского народа, а на стороне воровского режима Значит они такие же русофобы, как и все остальные наши враги Резолюция митинга русского национального фронта 27 декабря Правящие круги Российской Федерации привели страну к тяжелейшему кризису Разворовав вместе с олигархией стратегические ресурсы страны Огромные доходы от торговли энергоносителями поступили в карманы узкой группы лиц Сегодня под прикрытием разговоров о санкциях разграбление страны усилилось Что выразилось в докапитализации предельно неэффективной банковской системы и госкорпорации Вместе с развалом экономики, ставшим прямым следствием политики правящей либерально-олигархической группировки Мы наблюдаем полную ликвидацию политической системы, которая стала исключительно имитационной А все разумные политические идеи и проекты изничтожаются с помощью тотальной блокады в средствах массовой информации И использования произвольных и противозаконных репрессий Власть, создав парламентских марионеток и фиктивную оппозицию Оказывается совершенно беспомощной перед лицом чрезвычайной ситуации, в которую она сама себе и завела Эффективные группировки хорошо оплаченных оппозиционеров теперь предлагают единственный выход Составить правительство из них, из тех, кто обслуживал этот режим в течение многих лет Не рискуя открыто давать оценки безумным действиям властей И требовать принципиальных изменений в порядке формирования институтов власти и основ хозяйственной деятельности в Российской Федерации Русское движение сегодня обладает целостным видением ситуации Пониманием путей выхода из критического положения И заявляет о том, что для выхода из страны и из кризиса требуется Отправить недействующее правительство в отставку И назначить досрочные президентские выборы Запретить бывшим членам правительства госслужбу, а также участие в руководстве какими-либо экономическими субъектами Сформировать правительство национального доверия И обязать его провести политические и экономические реформы на основе программ русского национального возрождения Разработанных в интеллектуальных кругах русского движения Пресекая при этом попытки реваншизма со стороны антинациональных, либеральных и коммунистических сил Распустить Государственную Думу и Совет Федерации И исключив в дальнейшем данному составу возможность избираться в государственные, региональные и другие органы власти Провести всеобщие выборы без участия ныне действующих парламентских партий И в условиях жесткого пресечения любых возможностей финансирования Избирательных компаний со стороны олигархии Ввести в законодательство Российской Федерации нормы, предусматривающие неотвратимую ответственность представителей власти за результаты их деятельности Немедленно восстановить систему народных судей и народных заседателей И возбудить уголовные дела по фактам фальсификации итогов голосования И воспрепятствования проведению массовых мероприятий и осуществлений правосудия Насильственного удержания власти и геноцида Мы призываем национально-патриотические организации В кратчайшие сроки на базе РНФ сформировать рабочую группу штаб по организации граждан На защиту народа от ухудшения его жизни Предусмотреть для этой группы порядок оценки ее работы и ответственности за неисполнение своих обязанностей В срочном порядке провести в сети интернет открытое и независимое голосование по оценке деятельности органов власти И утверждение в дальнейшем такой оценки в качестве основания для определения дальнейшей судьбы состава властных структур Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова